так смотрите друзья теперь выводы по поводу всего этого режима мое мнение сам режим на самом деле как и всегда на пару часов и начинает немного надоедать но есть очень важное но этот режим очень быстро надоедает на 6 7 8 лвлах если вы не играете на колеснике потому что здесь довольно все в суете происходит чуваки упарываются чуваки влетают в тебя и выносят тебя за секунды если танк у тебя допустим не быстрый на медленных танках в этом режиме лучше вообще не заходить вот правда на медленных танках ты просто пока доковыляешь после того как тебя грохнули но это вообще не кайф если честно самый прикол этого режима заключается исключительно в колеснике вот вот этот который вам дают тест-драйв прям играется на нем легко драйвово прикольно и какой-то в смысл из этого режима на этом танке есть вот какой-то именно прикол какой-то драйв я не знаю исключительно на колеснике происходит на остальных танках на остальных лвлах она если честно ни о чем теперь по поводу обилок я сразу вам хочу сказать что здесь как и всегда вот каждый может там для себя крутить мутить как хочет я вам скажу что самое эффективное самые эффективные обилки которые вообще есть в этом режиме это во-первых обилка восстановления раз в 30 секунд раз в 40 секунд извиняюсь вы можете просто нажимать кнопку восстанавливать свое хп и восстанавливать под поврежденные модуля но не членов экипажа то есть грубо говоря это ремка и плюс и пешка и как бы 20 процентов прочности это очень полезная вещь поверьте мне очень полезно особенно если вы поднимаете светильники джека и вам дается там около 2000 хп если это колесник допустим там или около того и вы ду светитесь постоянно вас за вами все охотятся и для того чтобы продлевать скажем так возможность стрелять под этим светильником джека вам очень сильно нужно будет обилка в общем максимальный must have далее что еще очень и очень весомо это конечно же здоровяк он дает 25 процентов к запасу прочности машины то есть хп у вас изначально будет гораздо больше 25 процентов это очень очень существенно это максимально эффективная тема еще одна это шквальный огонь к скорость перезарядки ребят 20 процентов это прям в этом режиме что вам надо в этом режиме подольше жить соответственно это хп и побольше стрелять соответственно это скорость кд дальше вот этот рывок нахрен не нужен бесполезная срань вот говорю как есть бесполезная срань магический щит на три секунды вообще бесполезная срань в этом режиме такой хаос в плане того как двигаются враги как по тебе стреляют и так далее что то эти 3 секунды тебя вообще не спасают. Огненный выстрел? Да, в принципе, тема прикольная. Но здесь очень важно. В этом режиме доппайок не используйте ни в коем случае. В этом режиме у вас должен быть автоматический огнетушитель. При любых раскладах. И, ну, периодически вот ты стреляешь, там, время подготовки целых 60 секунд. Один раз ты стреляешь, и буквально первый день, может, еще кто-то будет кататься на доппайке. Но потом все будут кататься на огнетушителях, и раз в 60 секунд плюнул, буквально там пару хпшечек поджогом снял, он сразу поджог этот убрал, и все. Поэтому я считаю это тоже мало, очень малоэффективным. Соответственно, вообще неэффективно, вообще неэффективно, малоэффективно. Вот эта порча точно так же. Чувак просто нажимает ремку. Либо если у чувака есть вот эта обилка на восстановление, он этой обилкой точно так же чинит все то, что вы ему сбиваете. Поэтому порча бесполезна. Магический щит бесполезный, рывок бесполезный, огненный выстрел не особо эффективно. Сверхэффективно восстановление. Считаю, это одной из самых ключевых вашей обилок, которая должна быть. В яблочко, я думаю, в этом режиме это нахрен не надо. Вообще, абсолютно. Здоровяк сверх имба. Вот, зачарованная броня. Вот здесь вот самое важное. Когда вы играете на колеснике, что дает вам эта вещь? Опять же, вы тараном сносите довольно много. Вот. И если вы тараните, вы сами не получаете урон. Когда вы играете на колесниках, в принципе, это прикольно. Потому что хаос, вы не видите, кто у вас летит, допустим, с разных флангов. Ну, с разных сторон. То есть, вы там перед собой смотрите, да, вас тут сзади влетают. И просто вы ничего не получите, никакого урона. Человек там половину своего хп потеряет. В принципе, на что ее можно поменять? Ну, в теории, можно поменять на того же здоровяка, если вы играете на колеснике. Но, честно, лучше, мне кажется, все-таки больше следить за ситуацией на поле боя. Следить за тем, чтобы ни в кого не врезаться. Это не так сложно на колеснике. Поверьте мне, я уже на нем нормально проиграл. Поэтому, все-таки, из всех обилок я могу выделить только три. Это восстановление, здоровяк и шквальный огонь. Потому что таранить и ездить, ну, такое, не очень. Потому что ты ударяешься, теряешь скорость, останавливаешься полностью. И как только ты полностью останавливаешься, в тебя слетается со всей карты. И ты получаешь звездюлей просто невменяемых. Поэтому, запомните по поводу обилок. Восстановление, здоровяк, шквальный огонь. Больше вам ничего не надо. Ключевое. В этом режиме никаких допайков. Это просто максимальный бред. Самый фан от этого режима исключительно на колеснике. И лучше Panart EBR 75. Еще, по поводу оборудования, которое надо ставить. Я максимально рекомендую ставить в этом режиме закалку. Потому что вы поднимаете свое количество хп. Может, даже не так намного. Но вкупе с этим здоровяком, это дает вам очень приличное количество прочности. 1287 у меня получилось. Это, поверьте мне, очень неплохо. И когда вы прожимаете восстановление, оно восстанавливает 20% прочности техники. И, соответственно, оно будет восстанавливать 20% не от 900, сколько у вас есть по дефолту, а вот 1287, как у меня. Да и что еще надо на колесниках? Ну, ДПМчика чуть-чуть поднять, да, вентилятор. Ну, и стабилизатор можно поставить. Ну, я считаю, это прям мастхэв. И на колеснике стреляйте фугасами исключительно. Вот. В целом, по поводу режима. Если в него играть не на колеснике, то говно скучное надоедает моментально. Просто перегораешь к этому режиму моментально. Если играть именно на колеснике, то пофаниться пару часов можно. Прикольно. Но играть на каких-нибудь, я не знаю, ПТшках, на ТТшках в этом режиме вообще делать нечего. Ты приезжаешь, ты вздыхаешь, ты ни за кем нигде не успеваешь, ничего ты сделать не можешь. И в итоге потом еще полчаса доезжать опять до точки столкновения. Какая тактика и стратегия этого режима? Конечно же, надо держаться этих баз. Для того, чтобы вы формили больше очей. И, соответственно, всю суету, всю драку надо формировать вокруг какой-нибудь базы. Лучше выбрать себе какую-то одну точку и вокруг этой точки ездить, убивать врагов и стараться ее захватывать. А не кататься где-то туда поехал, на тот фланг поехал, там что-то делал. Старайся фокусироваться возле какой-то базы. Давать свою помощь именно туда. Если ты видишь, что большинство твоих союзников, вот большая часть, вот есть две базы, и твои союзники, допустим, в большем количестве на точке А, лети в точку А. Старайся помогать там, чтобы вы эту точку забрали. Ну, в общем-то, как-то так. Если играть на чем-то, кроме колесников, говно. Если играть на колеснике, фана на пару часов потом опять надоедает. Вот. Я думаю, максимально подробно рассказал. Я думаю, максимально подробно рассказал. Продолжение следует...